Я снова и снова повторю сегодня. Я верю и знаю, что каждый человек, который присутствует здесь и сейчас слушает меня, может стать долларом миллионера. И это никакого либо рода манипуляции, это не попытка что-то вам там продать. Это моя четкая уверенность, которая базируется на моих собственном знании и опыте, на знании и опыте моих клиентов, с которыми я вместе прошел на протяжении 15 лет и на основании тех результатов, которые имеют люди, которые сейчас по этой системе работают. Даже если у вас есть 100 тысяч долларов, вы уже можете им стать. Итак, давайте, друзья, перейдем к основным концепциям, на котором базируется система, чтобы вы, в принципе, с этой системой дальше шли по жизни. Вторая концепция – это капитализация и время. Ребята, история непосредственно для вас. Кто уже смотрел, ребят, вы просто это вспомните. Специально наглядно сделал такую презентацию, такой слайд. Легенда есть, что когда создатель шахмат подарил игру Радже, Раджа сказал, у тебя потрясающая игра, она очень классная. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь от меня? На что создатель шахмат сказал, о, великий Раджа, я не прошу многого, я просто прошу на одну клеточку положить одно зерно пшеницы, на второе положить два зерна, на третье четыре, на четвертое восемь. То есть, на каждую следующую клетку класть зерен в два раза больше, чем предыдущие. На что Раджа сказал, ты просишь такую малость за такую классную игру. На что создатель шахмат сказал, ну, пусть сначала посчитают твои придворные математики, да, и ты мне непосредственно это заплатишь. Опять, почему я это говорю, потому что есть такое понятие, как капитализация, то есть я уже задумался об этом. Сумму я вам не произнесу, сколько это, да, просто если учесть, что в одном килограмме пшеницы 30 тысяч зерен пшеницы, то в этом случае на шахматную доску нужно было положить 614 миллиардов тонн пшеницы. России при текущих объемах производства пшеницы, текущих объемах, которые сейчас у нас в России имеются. Такой объем пшеницы мы вырастили бы за 6148 лет. То есть, если бы мы там в год Рождества Христова Россия начала производить пшеницу в таких же объемах, как она производит сейчас, мы бы сейчас не произвели 30 процентов пшеницы, которую непосредственно нужно выплатить. Почему я про это говорю? Опять-таки, потому что мы возвращаемся к исходному вопросу. Люди не смотрят на инвестиции в долгосрочном периоде. Потому что, когда люди смотрят на инвестиции в долгосрочном периоде, они видят перед собой именно вот эту шахматную доску. И даже не эту шахматную доску, я не знаю, как это можно закрыть, они видят только вот… Ну, представьте себе, один – это первый год, вторая клетка – это второй год, третья клетка – это третий год. Ну, то есть, если вы 5 лет увидите, вы скажете, да зачем мне это надо, чтобы мое одно зернышко превратилось там условно в 16. И люди вот это вот видят, они вот это наблюдают, они не понимают, что идут за этим. А за этим идет капитализация, за этим идет время, за этим идет восьмое чудо света, по словам Эйнштейна, который сказал, что восьмое чудо света – это капитализация, когда проценты начисляются на процент. Да, здесь экспоненты, конечно же, растет. В инвестициях такого нет. Я не говорю, что не призываю вас там удваиваться каждый год. Но просто я говорю о том, что люди недооценивают себя на коротком промежутке времени. Вернее, переоценивают. И недооценивают на длительном промежутке. Потому что у нас всегда, по сути, ментально, нашей ментальности перед глазами стоит именно эта доска. Мы не хотим завтра два зернышка. Мы хотим, чтобы у нас завтра была вот такая вот куча, которая там на 11 клетке. И это, соответственно, приводит к тому, что очень много людей теряют денег. То есть, концепция – это капитализация. Мы получаем свою доходность 30-40% среднерыночную, просто увеличив горизонт инвестирования. Ребят, время всегда идет… Время и капитализация – это друзья, которые всегда будут с вами, которых нужно всегда в этот путь брать с собой. Откажитесь от сестры жадности. Возьмите капитализацию и время себе в помощники. И они позволят вам создать свой капитал в миллион долларов. Во-первых, вы точно не будете терять. Во-вторых, вы придете к тому, к чему хотите прийти. Надеюсь, с кем-то мы это сделаем вместе. Ребята, кто хочет вместе со мной идти и делать это, да, то есть по этой системе, сейчас можете поставить плюсики. Мне просто интересно, есть желающие со мной пройтись или нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова